Доброе и позитивное утро, дорогие мои! Это про утро на телеканале ОТВ. 8 утра, 6 июля, среда. Ну что поделаешь, самый разгар рабочей недели. Ну это если вы не в отпуске, конечно. Просыпайтесь, будет интересно. Денис, сегодня замечательный, чудесный, нежный, романтический праздник. Сегодня всемирный день поцелуя. А вот этот праздник мне нравится, потому что отнести его можно к каждому из нас. Все мы целуемся, иногда по-братски, иногда так по-отечески, но иногда и с любимым человеком. Поэтому всех с праздником! С праздником! Как это здорово! Поцелуи это вообще очень здорово и очень полезно. Поцелуи помогают нормализовать давление, справиться со стрессом. А еще на поверхности губ расположено больше нервных окончаний, чем на каком-либо другом участке тела. Например, в 100 раз больше нервных окончаний на губах, чем на подушечках пальцев. Вот так вот, дорогие мои. Понятно? То есть целоваться не только приятно, но еще и, как оказывается, весьма себе полезно. Так что целуйтесь чаще и всех вас с праздником! С днем поцелуя! А еще 6 июля ежегодно отмечают день рождения доллара. Именно в 1785 году он стал национальной валютой США. Ну что, дорогие мои, хотим мы того или нет, но пока еще доллар является мировой валютой, поэтому небольшой экскурс в историю. Вот, например, Полин, ты знаешь, какая самая большая купюра долларовая существует? 100? Нет, не 100. Ошибочное мнение. Существуют гораздо более высокие номинал этой валюты. И 500 долларов, и 1000 долларов купюра существует. Ты будешь удивлена, и даже 10 тысяч долларов есть купюра. Но сейчас я удивлю вас всех, дорогие мои, потому что есть даже купюра в 100 тысяч долларов. Ты представляешь? Впервые она была напечатана в 1934 году, а на оборотной стороне этой купюры расположен 28-й президент США Томас Вудро Вильсон. Вот такая вот купюра. Но справедливости ради надо сказать, что все купюры номиналом выше 100 долларов, они больше имеют такую ценность коллекционную, и находятся либо в каких-нибудь коллекциях, либо в банках. В ходу они практически не используются. Денис, ну что нам доллар? Ты лучше расскажи нашим зрителям про национальный российский рубль. И вообще, почему рубль? С удовольствием. То, что я знаю. Впервые монета с надписью «рубль» на Руси была отчеканена в 1654 году. С тех пор, ну, скажем так, это название нашей национальной валюты стало ходить в нашей стране. А вот название, ты знаешь, существуют разные версии по поводу названия, почему рубль. Я, например, знаю следующую версию, ее могу озвучить. Мне кажется, она, в общем-то, имеет основания быть верной. Все основания. Итак, раньше в Древней Руси платежной системой были некие слитки. Они назывались гривна. Вот как ни странно. Именно гривна. Ну, наверное, потому что изначально была Киевская Русь. Мы привыкли, что гривна – это украинская национальная валюта. Так вот, номинал этой валюты был единым, вот этого слитка. И для того, чтобы, скажем так, его сделать поменьше, то этот слиток рубили на две части, иногда на четыре. И вот от слова «рубить» появилось название нашей национальной валюты «рубль». То есть рубль – это рубленая гривна. Ну, скажем так. Вот. Вот такая вот интересная версия. Возможно, существуют и другие версии. Но еще раз повторяю, я знаю вот такую версию. Денис, я не перестаю удивляться. Сколько ты всего знаешь? Ну, на самом деле, я просто готовлюсь к передаче. Ну, хватит уже про деньги. Давай вспомним о самом важном, самом ценном, что есть у каждого человека. Я бы даже сказала, не только у человека, у всего живого. И сегодня, дорогие друзья, Всемирный день кардиолога. А вот на этой дате я предлагаю остановиться и поговорить об этом поподробнее. Дело в том, что у нас сегодня очень интересный гость. Я думаю, что он будет интересен и вам, наши дорогие телезрители. И вместе мы поговорим о кардиологии и об этом празднике, о Дне кардиолога. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Так, дорогие друзья, как я и сказал, у нас сегодня, ну, скажем так, особенный гость. Гость, я точнее. Сегодня, в День кардиолога, мы пригласили заведующую кардиологическим отделением филиала номер 3, 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского Наталью Федоровну Уральскову. Здравствуйте, Наталья. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, во-первых, большое спасибо, что вы к нам пришли в своем плотном графике. Это действительно так. Выкроили немного времени. Ну, и поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Спасибо большое, очень приятно. Наталья Федоровна, скажите, пожалуйста, ну, начну, так сказать, с главного. Что самое важное, самое основное в профессии врача, ну, вот для вас лично? Ну, самое основное в профессии, конечно, быть профессионально пригодным и работать с положительным таким эффектом, чтобы был результат, ради которого, в общем-то, мы учимся, многие годы до всю жизнь учимся. А результат, самое главное, это здоровье пациента, которое должно прирастать нашим лечением и превращаться в долгую, качественную жизнь. Да, вот я бы даже уточнил, что в данном случае вот вашей профессии, да, именно кардиолога, от вашей работы, от вашего профессионализма зависит не здоровье, а жизнь человека. Жизнь – это важно, сердце – это самый главный орган. Ну, совершенно право, кардиология, она и является наукой о сердечно-сосудистой патологии, о сердечно-сосудистой системе, которая имеет определенную патологию. И действительно, кардиология, я бы назвала ее царицей всех терапевтических наук, потому что сквозь призму сердца и сердечно-сосудистой системы взаимодействуют все заболевания. И если возникает проблема, любая проблема сердечная, то, конечно, чего мы ждем? Мы ждем возможного развития сердечной недостаточности, а это уже нарушение функции органа и летальный исход. То есть еще раз повторюсь, что главная задача кардиологии, самая актуальная задача кардиологии – продлить жизнь человека. И я скажу, что современными возможностями медицины и кардиологии это успешно достигается. Средний возраст уже населения, вот в европейских странах чаще всего, мы ориентируемся на них, это 80 лет у взрослого населения. И, конечно, в этом возрасте жить качественно, не быть обузой своим родственникам, не быть обузой обществу – это замечательно. И спасибо вам за это, за то, что мы так долго стали жить. Всему сообществу, да, медицинскому, профессиональному. Наталья Федоровна, а почему вы решили стать врачом еще и кардиологом? У вас может быть династия или вы первая в своем роду женщина-врач и кардиолог? Действительно, я первая. У нас никого не было с этой профессией. Но это действительно детская мечта. Детская мечта. Наверное, вот в детстве мы часто читали произведения «Айболит». Да, и действительно, семья, конечно, еще идет из семьи, которая поддерживала наши детские мечты. Но хотелось бы ответить на ваш вопрос словами нашего известного музыканта и врача Александра Розенбаума. Мы не в силах от мечты отказаться, ведь лечить желание неизлечимо. А из нашего врачебного братства, если любишь всех людей без причины, то судьбе не нужно сопротивляться. Значит, выбрала тебя медицина. Но вот здесь можно я немножко пролонгирую свой рассказ. Я благодарна, что меня выбрала именно военная медицина. И в этом году я буду отмечать тройной юбилей. Первый юбилей – это 30-летие моей профессиональной деятельности. Другой юбилей – это 25 лет работы в моем любимом учреждении. Это госпиталь, размещенный в городе Одинцово. Да, 25-й центральный военный клинический госпиталь ракетных войск стратегического назначения. Я, конечно, благодарна, что успела поработать и поучиться у таких серьезных профессионалов, которые привели вкус к медицине, привели вкус к клиническому мышлению и результативному лечению. Ну, а в свете последних тенденций нашего учреждения мы поняли, что мы удерживаем эту планку. И, я бы сказала, увеличиваем возможности, расширяем возможности лечения в нашем госпитале. Это и терапевтические аспекты кардиологии, но и хирургические аспекты, так как у нас есть центр эндоваскулярной хирургии, и мы оказываем помощь населению нашего региона. Это и контингент, который прикреплен к нам и по системе УМС для реваскулиризации сосудов сердца. А, в общем-то, это одно из главных лечений многих заболеваний сердца – восстановить адекватный кровоток сосудов. То есть, в общем-то, мы в ногу со временем, с его возможностями, оказываем помощь в нашем медицинском учреждении. Наталья Федоровна, вы с такой гордостью сказали, что вы военный врач. А есть какая-то разница между гражданским или военным врачом? Ну, я хочу сказать, что я действительно была военным врачом, и я тоже благодарна за такую возможность служить своему учреждению. Я хочу сказать, что, наверное, нет разницы, если ты человек ответственный. И, как бы, понимаешь, долг перед тобой имеющийся. То есть, однозначно, военный врач, он, конечно, работает, служит круглосуточно. Но я вот сейчас гражданский врач. Ну, и, собственно, круглосуточная работа также мне свойственна. Не прекращается. И я тоже хочу сказать благодарность нашим семьям. Это не только у меня. Конечно, это семьи многих врачей, учреждения и вообще, наверное, всех в нашей стране. Врачи семьям, которые терпеливо ждут нас с работы. А дома мы продолжаем, в общем-то, свое клиническое мышление в поиске информации в интернете, в книгах. Мы начинаем, как бы, оговаривать это даже семьями. То есть, у нашей супруги, я уверена, что у многих так, они легко подхватывают уже медицинскую терминологию. А супруг никакого отношения не имеет к медицине или имеет? Супруг у меня офицер запаса, но он уже легко выговаривает название препарата. Оно не относится к терминологии. Я вот просто сейчас вам скажу, тоцелезумаб – это лечение ковидных пациентов. То есть, все-таки, мою, как бы, полезную функцию обучения в семье я тоже приношу. То есть, он уже разбирается в препаратах. Но, я так понимаю, вы с супругом как раз, наверное, познакомились благодаря вашей профессиональной деятельности. Совершенно верно. И вашей, и его, соответственно. Совершенно верно. Это была дивизия. Ведь это судьба. Это мечта, которая переросла в судьбу. Получается уже так. Вообще, на самом деле, из песен слов не выкинешь. Я хочу сказать, что, конечно, я счастлива тем, что самое главное у меня в жизни свершилось. И это любимая работа. И причем, знаете, сейчас, вот я хотела поделиться, я даже завидую молодым врачам. Потому что те возможности, которые предоставлены им для обучения, ну, не было, конечно, у нас. Мы учились в библиотеках, да? Засыпаю пару интернета. И мы, конечно, да, переписывали от руки всю литературу. Сейчас есть много возможностей. Это и вебинары, и просто какие-то мастер-классы. Все дистанционно, все удобно. И, конечно, по-хорошему я завидую, я продолжаю также развиваться, как и все, в общем-то, врачи. Потому что сейчас нужно идти в ногу со временем. Препаратов много, новые возможности в лечении появляются. И мы должны владеть этими препаратами умело, грамотно. Вот, поэтому, в общем-то, учеба продолжается. Наталья Федоровна, вот есть мнение, что врачу просто необходимо приспособить свою психику, чтобы абстрагироваться, так скажем, от личности пациента, чтобы сильно его это эмоционально не затрагивало. Скажите, так ли это? И как вообще, как у вас у врачей это получается? Как вы с этим взаимодействуете? Мы не абстрагируемся от пациента, от его личности. Так как есть у нас такой подраздел в осмотре пациента, анамнез жизни. Мы вынуждены опросить его о его пристрастиях, о его личных качествах работы, о его работе, о тех вредностях, которые могли... То есть, по большому счету, мы собираем крупицы его жизни, встраивая их возможную патологию, что могло привлечь к заболеванию. Поэтому иногда мы просто, ну, конечно, сострадаем, да, видя, что пациент одинок. И по большому счету нельзя абстрагироваться от его социума. Хорошо, если он окружен семьей, заботой семьи, и они поддерживают и следят за его здоровьем, да, и направляют его здоровье в нужное русло, помогая врачам. Но очень часто бывают люди, которые одиноки, которые нуждаются и в нашей помощи тоже такой же социальной. И мы вынуждены помогать им это, в общем-то, в жизни преодолевать. Скажите, а вот получается так, что пациенты, люди, которых вы вылечили, которым вы помогли, становятся вам уже, ну, не чужими. Какими-то все равно родными. Потому что, мне кажется, это если, ну, такую важную роль играешь в жизни человека, собственно говоря, продляешь его жизнь. Ну, Полина имеет в виду, что продолжаете ли вы потом общаться с пациентами, которых вы, может быть, спасли, вылечили? Ну, конечно. Они-то наверняка благодарны вам, естественно. Но вас-то на всех тоже может не хватить. На самом деле, вот в этом и есть то полезное. То, что наш госпиталь, кстати, вот размещен в определенном регионе. И вокруг нас живут наши пациенты. Да, они повзрослев, вот практически все перешагнули в категорию пациентов. И та преемственность, которая должна быть, у нас поддерживается. Мы, конечно, наблюдаем их в динамике. Они приходят на консультации. Конечно, мы контролируем их процесс лечения. И какие-то общие добрые, как бы, черты мы в этом видим. Потому что, конечно, мы видим эффект своего труда. И человек здоров, он может продолжать свою жизнедеятельность. Не для всех это работа на производстве. Достаточно того, что некоторые адаптированы к работе на садовых участках. То, что сейчас, в общем-то, очень актуально. И если мы даже в этом помогли, мы очень рады. То есть мы поддерживаем контакты. Мы продолжаем консультативную помощь, наблюдение в динамике. И вообще приветствуем все обращения повторные. Пожалуйста, мы открыты для сотрудничества. Наталья Федоровна, у меня такой вопрос. Знаете, есть такая категория профессий, к которым относится и ваша профессия в том числе. Когда люди о ней узнают, у них сразу начинает или что-то болеть. Если там человек говорит, мастер по телевизору, да, там говорят, у меня телевизор сломался. Вот, там, почини, к врачам вылечи. Вам вот это вот в жизни помогает ваша профессия? Или наоборот, это вот таким раздражителем является? Уже, ну, правда, надоели. Приходите на прием, как говорится, будем лечить. Нет, конечно, если мы можем чем-то помочь. Вы знаете, я понимаю, что не все успевают. У некоторых очень сложная логистика к медицинскому учреждению. Поэтому, если где-то мы можем помочь консультативно, в СУИ, пожалуйста, никогда не отказывайте. Ну, раз можете помочь, тогда у меня следующий вопрос. Сейчас жара жуткая стоит, да, у нас в регионе. Вот, и, конечно, люди подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям или проблемам с сердцем, да, для них это все очень, весьма тяжело. Может быть, дадите какие-то пару советов нашим телезрителям, как себя спасать, как себя сейчас оберегать вот в такую жару. И, может быть, какие-то профилактические меры. Ну, на самом деле, жара – это серьезное испытание не только для молодого, здорового человека, а для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это экзамен для организма, для врача, экзамен, который назначил лечение. И, учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания главными являются, вкладывая свою лепту в общую смертность, то, конечно, в период жаркого сезона повышается количество летальных исходов. Ну, чем это обусловлено? Во-первых, взрослые люди, ну, мы говорим о категории 65+, наверное, даже вот куда-то в тот взрослый диапазон, потому как чаще всего там сердечно-сосудистые заболевания уже превалируют. Это тоже очень много сейчас. Мне кажется, вот эта смертность от сердца, она помолодела очень сильно. Вот совсем недавно трагедия случилась, да, один известный певец от инфаркта умер, и эта болезнь, она молодеет, к сожалению. Да, она молодеет. И знаете, почему она молодеет? Вот известный певец имел вредную привычку курения, да, и думать, что одна вредная привычка не помешает, как бы она нивелируется здоровым образом жизни, это неправильно. То есть если выбирать вот из всех вредных привычек, то курение – это один из таких вредных факторов. Он омолаживает заболевания сердца и действительно приводит к ранним смертельным исходам. Что происходит в жару? Человек обезвоживается, да, мы разговариваем, мы теряем при этом воду, мы как бы через кожу, потея, теряем водный баланс, вынрушаем, теряем воду. Поэтому пожилые люди, у них вообще нарушена терморегуляция. Плюс, если они принимают препараты мочегонные и не компенсируют вовремя водный баланс, то можно как бы ждать повышенного тромбообразования, и пациент может погибнуть от тромбоза в каком-то бассейне сосудистом. То есть первое правило, в общем-то, в любом возрасте, ну и во взрослом тоже, принимать достаточное количество жидкости. Больше пить. И мы, в общем-то, всегда это обговаривали, что здоровый может сколько угодно молодой человек, а взрослому ограничивать, ну и в этой ситуации, ну плюс один литр. То есть в среднем 2-2,5 литра в день в жаркий климат нужно как бы добавлять. А это первое. Второе. Возможно, жаркий климат оказывает положительное действие, например, на лечение гипертонической болезни. И при этом давление может дополнительно снижаться. Здесь нужно вовремя отследить, какие цифры, и уменьшить дозы гипотензивных препаратов. То есть следить за давлением. Да, а иногда наоборот повышается. То есть здесь быть бдительным и внимательным, контролируя показатели от реального давления. И, конечно же, не забывать весь комплекс препаратов, которые врачи советуют. Это разжижающая кровь. У всех бывают разные препараты. Принимать их регулярно, не забрасывая. Несмотря что на даче у каждого должна быть таблетница, в которой разложены таблеточки. И, в общем-то, в этом и есть приверженность к решению. У меня очень такой важный вопрос. Мне кажется, знаете, у меня мама моя просто, она сердечница. У нее как бы больное сердце с юности. И она всю жизнь за ним следит. Всю жизнь. То есть я с детства знал, сколько там капель корвалола нужно накапать, когда у мамы начинает сердце болеть. Куда звонить, если что. И вот бытует такое мнение, что вот от сердца, как правило, умирают те, кто как раз не знают своих болезней. Те, кто знают проблему, да, они следят за ней, и они живут долго и счастливо. А вот те, кто думают, что у них здоровое сердце, вот те, к сожалению, уходят первыми. И в связи с этим у меня такой вопрос. А как вообще выявить в себе какие-то проблемы с сердцем? Мне кажется, что вот, ну, ты абсолютно здоровый, у тебя вроде все нормально. Ну, да, там, может быть, чуть отдышка какая-то, ну, на вес можно ее списать, там, на возраст, да. А так в целом, ну, ничего, где-то кольнул, думаешь, может быть, это какая-то невралгия. Вот как понять, что есть первые вот какие-то проблемы, звоночек, чтобы сразу идти к вам уже? Ну, конечно, заболевания сердечно-сосудистой системы в любом возрасте действительно могут проявиться. Но чаще мы как бы более серьезно смотрим на мужчин, например, да, в возрасте 40 плюс, потому что у женщин 50 плюс. Все-таки это гормональная перестройка, которая предваряет вот появление, манифест или усугубление сердечно-сосудистых заболеваний. И здесь, конечно, та самая диспансеризация. Вот притчевый язык, да. Банально нужно обратиться, лабораторный контроль провести, так как мы можем не ощущать те изменения в крови, которые уже произошли. Например, нарушение липидного профиля, высокий холестерин, из него там фракция вредного холестерина, высокий сахар. Это уже будет как бы для доктора сигналом, что нужно обследовать определенные органы, которые подвержены вредному воздействию атеросклероза. Ну и дальше, конечно, нужно проводить инструментальные исследования, коллектрокардиограмма, УЗИ внутренних органов, измерять артериальное давление. Это тоже очень полезная опция. И в себе прислушаться к чему? Если вдруг появились жалобы на какие-то ощущения в области сердца у мужчин, при той же физической нагрузке вдруг у вас появляются какие-то симптомы, это, конечно, звонок, на который нужно обратить внимание. Не все списывать на вес, на возраст, на курение имеющуюся в анамнезе. Но, в общем-то, любой симптом может быть звонком или сигналом к обращению за медпомощью. Но самое главное, вот видите, дорогие телезрители, не забывайте про диспансеризацию. Мы действительно очень неправильно к этому относимся, очень халатно к этому относимся. Действительно, особенно уже в возрасте после, да мне кажется, и не 40, после 30 лет нужно каждый год проходить полную диспансеризацию. Тем более, что эта услуга входит в наш страховой полис ОМС, и она абсолютно бесплатно предоставляется в каждой поликлинике, которой вы приписаны. Поэтому не поленитесь, просто пойдите и пройдите диспансеризацию. И если вдруг что-то, то тогда уже обращайтесь, ну, например, к Наталье Федоровне. Да, и наш госпиталь, в общем-то, открыл двери для всех возможностей обследования и платно, и бесплатно, и по полису ОМС, и контингент, прикрепленный к нам. Так что, пожалуйста, в гости к нам. Спасибо. Ну, лучше бы к вам в гости не ходить, конечно, Наталья Федоровна. Ну, в качестве профилактики. Да, профилактики это да. Так лучше вы к нам. Спасибо большое. Вы отмечаете праздник День кардиолога вообще? Для вас это праздник или это такие суровые будни? Какие праздники у нас тут? Работа непочатая край. Очень приятное, как бы, такое дополнение к обыденной жизни, да, понимать, что ты, в общем-то, владеешь очень интересной специальностью. Но официально, конечно, в нашей стране признан День медицинского работника, и мы этот праздник честуем более ярко, более серьезно. По-русски, да, да, с размахом. С размахом. Он был всемирным признан праздником, и в нашей стране вот... Еще не привился пока. Совершенно верно, да. Ну, ничего. Для нашей души, мне кажется, любой праздник рано или поздно, но привьется. Да, это очень хорошо. А такой полезный тем более. Ну что, Наталья Федоровна, мы вас поздравляем еще раз с праздником. Огромное спасибо вам за то, что вы к нам сегодня пришли. Еще раз повторю, выбрали в своем плотном графике время, чтобы поговорить с нами на очень важные темы. Я думаю, что этот разговор сегодня был полезен всем нашим телезрителям, и мы много для себя важного извлекли из этого разговора и извлечем еще. Мы всегда вас ждем в нашей студии. То, чем вы занимаетесь, ваша профессиональная деятельность, она, конечно, ну, мое отношение к этому, просто низкий поклон. Вы спасаете людей, вы даете нам не просто здоровье, вы даете нам жизнь, дарите нам ее. Второй раз. Первый раз нам мама дарит, второй раз врач-кардиолог. Не дай бог, конечно, чтобы такое произошло с кем-то из нас, но если случится, есть такие люди, как Наталья Федоровна, которые способны эту ситуацию... Спасибо большое за добрые слова. Исправить. Спасибо большое. Но я все-таки не могу добавить, что один в поле не воин. И, конечно, в команде только специалистов, в команде своих коллег мы действительно можем творить в лесах. Ну, тогда мы всех ваших коллег... Наше поздравление вашим коллегам. Да, тоже поздравляю. Спасибо вам большое. Обязательно еще приходите к нам в гости, всегда наши двери для вас открыты. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего дня. Ну, а с вами, дорогие мои, мы увидимся буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Денис, такое ощущение, что ремонт, плотный рабочий график, домашние хлопоты просто доконали мою нервную систему. Ты знаешь, я очень тебя понимаю. Я думаю, что эта проблема не только с тобой связана, а со многими нашими телезрителями в том числе. Что я вам могу посоветовать? Ну, надо как-то отвлекаться вот от этой рутины, постоянной, каждодневной. Здесь очень хорошо на помощь приходят, знаешь, занятия каким-нибудь творчеством, каким-нибудь интересным делом, который может тебя отвлечь от этой нервотрепки, скажем так, хобби, может быть, какое-нибудь. Ну, сразу скажу, вязать я не умею и не люблю. Почему сразу вязать? А что? А что ты хотел предложить? Ну, не знаю. Ну, например, ты знаешь, очень расслабляет и эмоционально, и физически работа с глиной. Вот работа именно руками. Да? Да. И смотри, здесь сразу двух зайцев можно убить. Ну, во-первых, снять стресс, а во-вторых, сделать какую-нибудь красивую вещь для дома, для интерьера. Так что, дорогие мои, давайте посмотрим нашу рубрику про творчество, где об этом очень подробно все расскажут. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Полина Бахова. И сегодня мы находимся в настоящей керамической мастерской. И нас принимает в гостях Елена, мастер по керамике. Здравствуйте, Елена. Здравствуй, Полина. Я сегодня хочу рассказать тебе, как можно сделать из этого кусочка глины настоящую керамическую тарелку, которой дома можно прекрасно пользоваться и наслаждаться работой, которую вы сегодня сделаете. Я об этом мечтала, если честно, очень давно поработать с глиной и узнать, как из нее вообще можно сделать вот такую вот красоту. Да, сейчас я вам покажу. Смотрите, я вам, в общем-то, даю сейчас глину. Ваша задача немножечко похлопать, нежно и любя, как я это говорю, этот комочек глины, чтобы он превратился в шарик ровный и круглый. Хорошо, расскажите, что это за глина? Вот где вот этот сам материал и его брать, правильно? Да-да-да, прям хлопаем, как будто мы хлопаем, делаем снежок сейчас. Глину я покупаю в керамическом магазине, в Москве их три-четыре, ну, в общем, их совсем немного. То есть это уже специальная материала готова? Это специальная глина, да, то есть эту глину не купишь в обычном магазине, то есть там можно купить, но ее можно запечь просто в духовке. Это будет просто декоративная работа. А из вот этой глины мы можем сделать работу, которая фактически будет вот такая вот красивая, функциональная, можно в микроволновку и посудомойку ее ставить, то есть это все-таки посерьезнее работа, нежели работать в духовке. Итак, вот я его отбила. Отлично, похлопали. Теперь наша задача, мы должны из этого кусочка шарика, из шарика сделать тарелку. Для этого нам необходимо воспользоваться чудо-скалкой. Все, смотрите, положите теперь кусочек глины. То есть мы кладем глину, выровненный кусочек на ткань, да? На ткань, да, на ровную и на ровную поверхность. Здесь лежат специальные вот такие вот речки, это ограничитель толщины, чтобы у вас идеально, как у неопытного человека, получилось рассказать ровный пласт. Потому что, в принципе, это непростая задача, именно ровный, чтобы он был, потому что везде какие-то прогибы бывают. И смотрите, да, показывайте. Дальше вам нужно ладошкой нажать на глину, чтобы она чуть-чуть расплющилась. Насколько сильно? Ну, у вас сильно не получится, тарелка не выйдет у нас. Ну да. Вот, отлично. Прям все, все, отлично. А теперь, в общем-то, скалка, и никакой магии сейчас не произойдет. Нам нужно просто аккуратненько раскатывать этот пласт. Сильно не давим. Пробуйте. Пока в одном направлении, правильно? Да, сейчас чуть-чуть вы покатаете. Угу. Так. Теперь поднимаете скалку. Мы чуть-чуть ее повернем, потому что если мы будем дальше раскатывать, то она будет длинная в душе. Такая тарелка. Теперь я поворачиваю, и вы сейчас продолжайте опять раскатывать. Ага. Мы раскатываем до какого размера? Мы, как у нас получится, главное, что мы должны дойти до вот этих реек. То есть это толщина. Вот когда мы дойдем до них, не важно, что у нас там получится, главное, чтобы она была максимально гладкая и ровная. Вот надо же, тесто раскатывали, но это гораздо сложнее. Это да, это не так легко, как может показаться. Почему-то она неровная у меня получается. Ну, еще не страшно, вы еще не дошли до этих реек. Можно еще поворачивать, да. Палочки мы обязательно должны положить вот так вот. Угу. Елена, расскажите немного о себе, откуда у вас столько знаний и такое необычное дело, ремесло в вашей жизни, откуда оно пришло? Ну, пришло оно ко мне внезапно. Вот, на самом деле, я не так давно занимаюсь керамикой, 4 года. Вот, процесс этот постоянно обучаемый, то есть постоянно нужно где-то учиться. Я также прохожу на мастер-классы, так же, как и вы, только на более серьезные. То есть пытаюсь сделать уже более сложные работы, чтобы постоянно развиваться. Да, то есть здесь потолка, ну, до потолка еще очень далеко, и можно работать и работать, и усовершенствовать свои уже накопленные знания. Ну, а где вы впервые увидели, попробовали? Ну, сначала я села за гончарный круг, и поняла, что это что-то нереальное, и очень крутое какое-то ощущение у меня было после того, как я позанималась. То есть, по сути, я 2 часа провела в каком-то совершенно другой параллельности, это было для меня как-то так. А вот, и как-то потом меня захватило мир, да, керамики, мир инстаграма, меня добавил еще перца, мои желания. Вот, и, в общем, как-то так получилось, что теперь у меня есть мастерская, где происходит все волшебство и магия. Да, у вас тут правда волшебно. А ничего, что на мне квадратные получается? Лишни отрежем, пока катаем. А можно, да? Да, 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 да. У нас всегда есть нож. Угу. Так, прям еще сильнее. Вот, я прямо вижу, уже чувствую палочки. Да, вот, это хорошо. Это хорошо, но еще чуть-чуть можно откатать, можно прям всем весом, не бойтесь, вы никого и ничего не сломаете. Угу. Так, да. А теперь прям сильно-сильно можно давить. Вот, прям со всей силы. Вот, но она все равно растет немножечко, поэтому можно продолжать. Ага. Так, и давайте я сейчас катану разочек. Давайте. И, в общем-то, на это можно закончить. Угу. Так. Палочки мы перемещаем и... Да. Смотрите, видите, еще не до конца. То есть мы прям... Вот что значит. Да, опыт. Опыт. Вот, и вот теперь мы раскатали идеальный пласт, в общем-то. Оп. Теперь раскатали. Видите, какая большая? Да. У нас был маленький комок глины, и получилась такая немаленькая тарелка. Угу. Так, смотрите, основное такое самое сложное мы сделали. Вот, у нас есть заготовка под нашу будущую тарелку. У нас, мы можем оставить ее в такой свободной форме, как у нас получилось. Также мы можем ее отрезать. Она может быть круглая, как вы хотите. А мы можем даже, наверное, поднять. Бортики будут потом, пока у нас форма. Какая вот она будет. Ну, давайте мы оставим ее естественно. Да, отлично. Смотрите, сейчас мы... Это у нас задний донышко нашей тарелки. Сейчас мы поставим штампик. У нас есть такой специальный штампик, чтобы вы знали, где вы сделали тарелочку. Можете сами поставить аккуратненько в серединку. И это будет как бы низ, да? Да, это донышко. Сейчас мы перевернем. Не сильно, да? Так, дарите. Вот, есть? Ну, окей, подойдет. Так, теперь у нас этот задник нашей тарелки. Дальше нам понадобится сделать, как я это называю, перевернутый бутерброд. Так, мы сейчас положим тряпочку. Так, ну что ж, мы сделаем сейчас перевернутый бутерброд. То есть, ваша задача, руку положить туда, вторую сюда. Да. И переворачиваем, как вот, ну, в ту сторону, не бойтесь. Все. Положили на стол. Я просто знаю, что глина очень нежный материал. Да. И малейшее. Именно поэтому мы делаем именно две доски, зажимая между собой. То есть, глина вообще не поняла, что-то произошло. Мы сейчас снимаем досочку. И аккуратненько снимайте тряпочку. Ага. Кляточку. У нас тут небольшая фактура получилась. Да. Ее нам сейчас нужно будет обязательно убрать. У нас есть волшебный сребок. Мы берем и вот так вот аккуратненько все выглаживаем, чтобы у нас не было видно фактуру. И максимально заглаживаем вот эти вот неровности. Потому что все, что будет не очень хорошего качества, мы будем резать. То есть, к себе мы просто гладим, да? Да. И прям придавливаем, только придавливаем чуть-чуть. То есть, мы выглаживаем, чтобы она была максимально ровная. Отлично. Чтобы не было вот этой шероховатости, потому что это будет у нас внутренняя часть тарелочки. Да, это уже все лицо нашей тарелки. То есть, мы заглаживаем, потому что вот эти вещи мы будем отрезать. Ага. То есть, максимально, что сможете, мы не будем трогать с ней ничего, да. Очень приятное ощущение. Да. Такой вязкости. Еще? Да, еще чуть-чуть. Давайте, вы подправите, как надо. Теперь, смотрите, мы чуть-чуть ее подрежем. Я вам нарисую, а вы потом сами подрежьте. Хорошо. А форму оставляем такую, мы ее не трогаем, да? То есть, мы убираем вот эти вот края, да? Ну, вот такие не очень удачные. И то не все, можно какие-то оставить. Вот эту мы оставим, вот эту я подрезала бы. Все, и вот режем, вот стек, режем. И как, прям понадавливая, да? Ну да, она мягкая, тут не сложно. Все, можете тут придерживать, чтобы она никуда не шла. И вот это мы убираем. Да, наверное, ничего страшного. Уехала. Не критично. Тут нужно обладать навыками какими-то художественными, мне кажется. Но пока еще рано сейчас. Следующий этаж. Даже рисовать эту линию. Так, смотрите, убираем лишнюю глину. Так, забираю степ. Мы чуть-чуть пальчиком, можете просто подгладить вот эти края, чтобы они были аккуратненькие, да. Потому что потом мы все равно с ними еще поработаем. Так, теперь смотрите, это заготовка нашей тарелки. Сейчас мы будем декорировать. А так как еще лето, есть много листочков. Я вот сегодня была в лесу и набрала... Еще есть зелень, я думаю, уже нет. Нет, еще есть, все пока что доступно. Смотрите, нам сейчас нужно создать композицию на этой тарелке. Единственное, сантиметр наборчик уходит. Постарайтесь туда не выкладывать какую-то композицию. Смотрите, мы листочка берем именно на фактурную сторону и просто пока выкладываем, накидываем, то есть не придавливаем. Сначала просто составляем красоту, которая нам нравится. Мне вот папоротник очень нравится. Вообще, можно все убрать и оставить только папоротник. Очень он красивый. Вот. Тут есть несколько вариантов, да, можно... Но они, он большой. Вот маленький вообще поместится. Давайте вот этот... Да, посмотрите, тут много папоротников. Даже есть цветочек. Да. Можно тоже? Конечно. Главное, чтобы не было слишком много и слишком... Мало, да? Да. То есть тут баланс нужен. Здесь у нас не очень большая поверхность, да, поэтому... Ну да, тут как бы выбираем из того, что есть, и листочки, те, которые нам нравятся. Ну, а теперь мы сделали композицию. Также у нас есть еще такая возможность, можно написать текст. Есть русские, английские буквы. То есть нужно понять, это будет большая надпись, либо там из нескольких букв букв. Давайте сделаем логотип нашей передачи, нашего канала ОТВ. Отлично. Смотрите, сначала тогда мы сейчас закатаем наше растение в глину, а потом уже поставим... Трафаретиком, да. Да, то есть если бы с большей надписью, тогда нам нужно было бы переиграть. Так, опять нам понадобится волшебная скалка, легкими движениями, аккуратненько. Нам нужно просто впечатать растение. Я чуть помогу, придерживаю. Так, ага. Совсем слегка, да? Ну, сейчас посмотрим. Так, есть. Давайте еще разочек, еще чуть-чуть. Вот. И прямо еще можно катануть. Чуть-чуть вот здесь в папоротник. Угу. То есть нам нужно просто это впечатать. По сути, это наш трафарет. Угу. Все, отлично. Да, все, скалку мы убираем. Так, давайте сейчас сначала мы сделаем бортики и потом уже надпись сделаем. У нас же тарелка будет? Тарелка, да. Отлично. Смотрите, мы бортики просто аккуратненько поднимаем саму глину. Мы ее не сдавливаем, а просто поднимаем такие бортики, которые нам нужны и которые нам нравятся. Угу. Аккуратненько. Просто поднимаем, да? Так, ну что? Вот у нас шедевральная тарелка. Шедевральная тарелка получилась. В общем, по лепке мы закончили. Теперь нам необходимо будет разукрасить нашу тарелку выбранным цветом. В общем-то, вы можете взять один цвет и просто мы закрашиваем всю тарелку. То есть задача, в общем-то, наша достаточно простая. Смотрите, у нас есть вот ваза. Здесь, в общем-то, весь перечень цветов, которыми вы можете воспользоваться. Может быть, любой. Вот. Так что вы выбирайте. Ну, так как у нас цвета примерно вот такие, вот такие и зеленые на канале, нужно что-то из этого выбрать. Желтый-зеленый. Вот этот. Что здесь будет смотреться? Желтый-зеленый можно. Можно как-то чуть-чуть зелененьким, с другой стороны желтеньким. Так, смотрите, я предлагаю вот этот желтый и вот этот зеленый. Давайте. Окей. Есть зеленый, есть желтый. Нужно как-то разводить его. Ну, в принципе, это готовые краски. Разбавляются они водой, то есть их можно и детям спокойно давать. То есть они не опасные, не токсичные. Это не химия. Так, чуть побольше кисточку, наверное, вам дам. Смотрите, это желтый. Он не выглядит как желтый. Да, цвета немножечко не такие, какие будут после обжига. Могу вам показать синий. Они меняются. Да, синий совсем не такой, он фиолетовый. Не все мне верят, но иногда я заставляю красить синим, фиолетовым. Вот. Смотрите, это ангоп. По сути, мы красим достаточно плотно. Нам нужно хорошо нанести цвет. То есть тонко, если вы покрасите, при обжиге съедает цвет, и он будет не такой насыщенный, а такой яркий. Где у нас будет желтый? Давайте по краям. По краям желтый, в серединке зеленый. Так, давайте до серединки начнем. Так, в итоге у нас есть желтый, который мы будем кантик красить, и зелененький, который будем красить все в серединке. Так, я сейчас чуть-чуть разбавлю водичкой. Смотрите. Очень такими аккуратными движениями, главное, кончиком кисточки мы прям вот так вот красим по растению. Листочек вот этот можно красить вот тут, с краешку, потому что, ну, все равно мы это снимем. Аккуратненько кончиком кисточки красим. Нам нужно такой плотный, хороший цвет нанести. Да. Кончиком, чтобы не поцарапать, наверное. Чтобы не снять слой глины и не перемешать еще глиной. И краску, да. И краску, да. И опять же, ангок, вот которым вы сейчас красите, он, это и есть сама глина, просто с добавлением цветного пигмента. Ничего себе. Да, то есть вы по глине красите глины. Наверное, есть смысл немножечко рассказать про вообще технологию, вообще, что ждет вашу будущую тарелку. Да, конечно, это очень интересно. То есть тарелка должна высохнуть естественным путем, по времени это 3-4 дня от влажности, от многих других факторов зависит. То есть она должна сама по себе, во-первых, просохнуть. Да, она сама по себе сохнет. После того, как она высохла, она отправляется в муфельную печь на первый обжиг, утильный называется, температура 900 градусов. То есть это первый обжиг. Это специальная печь для керамбина. Специальная муфельная печь, это в духовке не запечешь, там просто нет такой температуры. Далее, после первого обжига, она должна отправиться на второй обжиг. Мы покрываем его специальной глазурью, то есть, по сути, покрываем стеклом. Вот она такая блестящая. Это тоже стекло, которое у нас в окне, просто тонким слоем, в порошковом состоянии она. И при температуре максимальной 1150 градусов она становится яркой. Цвет ангобы, соответственно, становится тоже более яркий. Это, в общем-то, та же самая краска, которую вы сейчас красите. Она изменяется. Да, она будет более яркая, более насыщенная. И после этого уже получается такое вот функциональное изделие. И еще, наверное, можно вторым слоем начать красить. Еще, да? Сверху. Да, 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 да. Так много. Ну, смотрите, вот видите, проплешины, цвет глины видно. Вот этого вообще не должно быть. То есть это будет непрокрашенная работа. Вот. Далее я хотела еще добавить, что изделие по факту немножечко уменьшится. То есть при сушке влага испарится, размер изделия будет меньше. Потом при первом обжиге и при втором. То есть примерно 10% усадки. То есть вот вы делаете сейчас достаточно большую работу, а на выходе будет чуть меньше, на 10%. Елена, а вы сами что больше любите делать? Посуду или сувениры или украшения? Ну, украшения это слишком мелко. Я не очень люблю мелкую работу. Мне как-то покрупнее. И хочется вообще какие-то вазы что ли делать. Что-то такое посерьезнее. Вот. Но и посуду, в общем-то, я тоже делаю. Достаточно. Да. Можно пока отложить в сторону зеленый ангоп. Я вам даю сейчас желтенький. Красим по франтик. И вот это тоже все можно закрашивать. Да, я тоже хочу. Принцип тот же самый. Мы также закрашиваем плотненько. Не жалеем цвета, потому что это важно. Вот, да. Вот это отлично идет. Ничего, что они сейчас соединятся? Нормально. Это будет универальная тарелка. Не растекается как акрель. Нет, она не течет. С ней, в общем-то, вот где она, как она будет, так она и останется на тарелке. Тут с ней невозможно каких-то, да. Ничего не происходит. Так. Да, давайте чуть-чуть повернем. Чтобы было удобнее. И еще, наверное, можно добавить про память глины. Она, то есть, если мы сделали пласт и вот чуть-чуть его пошевелили, большая вероятность того, что при сушке изделия деформируются. Вот. Поэтому мы переворачивали так между досочками, чтобы глина не заметила, что с ней что-то произошло. Она в том же положении, как была, так и осталась. Все. Так, вот сюда. То есть глина, такой материал очень пластичный. Да, на самом деле глина, это и пластичный, и у нее есть память глина. Это также как работа с цветами, работа с тестом. Что-то живое. Очень живое. Она очень восприимчивая. От настроения человека очень много зависит. Ничего себе. Да, то есть, ну, тесто иногда же не получается. Да. Кто риноват? Иногда не получается. Не знаю. Вот. Здесь то же самое. Иногда что-то не получается. Такое бывает. Это все не идеально, мы не идеальны, и всякое бывает настроение. Здесь можно чуть-чуть вот так хаос сделать, чтобы они немножечко перемешались. Это как? Покажите. Ну, что как-то вот сейчас я только что придумала, вот чтобы они не были такие вот. А, мазками. Да. Чтобы небольшой переходик все-таки получился. Угу. Да. Еще, если очень хочется, можно сделать волшебные брызги. Я это называю. Это такая, если хотите. Этими же желтыми? Нет. Ну, можно желтым, можно черным сделать. Потому что, смотрите, черный цвет будет... Ну, белый, кстати, тоже хорошо смотрится. То есть, у вас будет черным цветом выделена вся фактура, листочка. Угу. Вот здесь белый цвет. Как хотите, можно не делать. Давайте пока оставим, да? Оставим как есть. Тогда давайте чуть-чуть вот здесь еще подправлю. Угу. Так. В общем-то, тарелку мы практически сделали. У нас осталось небольшое важное дело. Снять всю нашу растительность, которую мы купили. Вот именно об этом я сейчас стою и думаю. Как же это делать? Очень просто. Чтобы не повредить ничего. Ничего мы не повредим, у нас все будет прекрасно. Тогда давайте снимать. Так, для этого нам понадобится волшебный инструмент. Угу. Вот, стек. Смотрите, я сейчас поддену, а вы аккуратненько пальчиком будете снимать. Да, это важный момент. Обычно я его делаю сама, потому что можно сделать дырку. Оп, тянем. Аккуратненько. Прямо кверху, да? Да, да. Нам просто нужно снять. Снимаем. Ой, боже, какая красота. Все, вот рядышком можно положить. Так, у нас всего лишь два листочка. Так. Нет, у нас цветочек еще. Ну, еще два еще. Так, сейчас мы найдем. То есть вы находите... Ну, где удобно подцепить. Где удобно подцепить. Да, и все, и снимаем. Так, сейчас вот тут цветочек. Угу. Наверное, снизу, да? Сейчас попробуем, да. Оп. Глубоко, да? Да, хорошо. Отпечаталось. В общем-то... Все? Все, да. Тарелочка готова. Ну, как готова. Ваша работа закончилась на этом. Теперь ей предстоит обжиг в печи. Сушка. Сушка. Да, обжиг в печи. Да. Как же они сушатся, если у нас солнца нет? Хватает несколько дней. Ну, здесь же сухо. Да, ну, под пакетиком она спокойненько, не спеша, потихоньку. Сохнет. Итак, вот такая у нас замечательная получилась тарелочка, которой предстоит обжиг. И она потом будет примерно вот такого плана. Такого формата, да. Да, такого формата будут листики, края. Ее можно использовать даже не только в качестве посуды, а я бы ее как украшение поставила. Нет, надея можно пользоваться и нужно пользоваться. Спасибо вам огромное за такой замечательный мастер-класс, за возможность поработать с удивительным живым материалом глины. Ну, а мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. Увидимся в следующих передачах на ОТВ. Какая красота. И самое главное, что, сделав такую тарелку своими руками, можно быть точно уверенным, что она в единственном экземпляре. И только у тебя. Хэндмейд. Хэндмейд. Сделано руками. Ну, а когда стресс снят, дорогие мои, да, мы вспоминаем, кто мы. Вы прекрасные женщины. Королевы. Вы королевы, конечно же. Вот. Но, как я всегда говорю, нет предела в совершенству, поэтому я предлагаю всем вам, мои очаровательные, мои красотки, посмотреть нашу рубрику про бьюти с Ксюшей Антоновой. Всем привет! С вами я, Ксюша Антонова. И вы смотрите про бьюти. Наша сегодняшняя тема – экспресс-макияж. Как выглядеть богиней, если в сумочке только тушь и помада? Сегодня у меня в гостях звездный визажист Анна Киселева. Аня, привет! Ксюша, привет! Аня, вопрос услышала? Отвечай! Да, конечно. Я считаю, что тушь и помада – это уже достаточно много для создания потрясающего макияжа. Мы наносим несколько слоев туши на ресницы. Это позволит нам получить более выразительный взгляд. А помада, она вообще многофункциональна, потому что помадой мы можем прям взять пальчик и нанести аккуратненько на губы, чтобы создать эффект потрясающих таких легких, нежных, свежих губ. И также мы можем взять эту помаду и использовать ее в качестве скульптора для того, чтобы наше лицо стало более свежим. Вот так вот аккуратненько наносим, и получается потрясающий свежий макияж. Так? Анна, спасибо за твои бьюти-советы. На сегодня это все. С вами была я, Ксюша Антонова. Вы смотрели «Про бьюти». Желаю вам приятного дня! Дорогие друзья, за окном самый разгар лета, солнце, прогулки на свежем воздухе, шашлыки. Единственное, немножко картину обращают насекомые по вечерам. Но у нас есть решение этой проблемой. Смотрим рубрику «Про здоровье». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Многодетная Мама и Арома Практик. Сегодня поговорим с вами на интересную тему. Как же сходить на природу и не принести оттуда всяких укусов? А укусы у нас бывают разные. Прежде всего, конечно же, мы говорим о насекомых, которые сейчас очень будут активироваться, потому что на улице цветочки, их нужно опылять. И, конечно же, всякие насекомые будут летать и кусать наших малышей. Так вот, чтобы наших деток не кусали комары, мы используем эфирное масло лаванды. Наносим его на ладошки, одну капельку и распространяем по одежде. Нанесли на ребенка, можно на голову, на кепочку, на детскую коляску, например, потому что малышам не рекомендуется очень маленькие эфирные масла близко. Поэтому мы можем на коляску вокруг. Так как в коляске ребенок защищен, а вокруг мы можем просто наносить эфирное масло, чтобы к нам не подлетала всякая нечисть. Также мы можем использовать эфирное масло щит земли. Это эфирное масло очень удобно в использовании. Здесь есть спрей. Мы просто наносим на одежду. Также можно на руки и распределить по ребенку, по одежде. Лучше всего, конечно же, по одежде, чтобы к нам не подлетали всякие комарики, всякие осы. Таким образом мы можем защитить ребенка от всяких укусов. Еще, конечно же, вдруг к нам кто-то подлетел и все-таки укусил. Мы можем использовать эфирное масло чайного дерева. Чайное дерево очень хорошо снимет зуд, а также его можно использовать в ролике. Наносим на укус, и через некоторое время укус просто перестает чесаться. Ребенок не расчесывает укус. Таким образом не заносит никаких бактерий к себе своими ноготочками. И поэтому очень быстро заживляется. Потому что некоторые детки, бывают, реагируют очень сильно, вздуваются сильно волдыри. И эти волдыри очень долго проходят. Особенно если на лице. Также мы можем использовать эфирное масло цитронеллы, гвоздики, корицы. Но обязательно не чистое масло корицы и гвоздики, потому что это очень жгучие масла для наших детей. А лучше всего, если вы разведете его в каком-нибудь базовом масле, каком-нибудь растительном, сыродавленном. Также можно добавить в детский крем немножко пару капелек и на целый бутылечек. И тогда наносить прям на какие-нибудь места, лучше всего, конечно же, закрытые, чтобы деток не кусали всякие насекомые. Спасибо, дорогие телезрители. Надеюсь, эта тема была для вас очень интересна. Ну а как сложится ваш сегодняшний день? Может быть, кого-то вечером ждет романтическое свидание. А кому-то, может быть, придет финансовая поддержка. Не будем гадать. Давайте просто спросим об этом у звезд. Итак, наша рубрика про гороскоп с Викторией Штельхорн. Доброе утро. Меня зовут Виктория Штельхорн. В рубрике про гороскоп посмотрим рекомендацию на грядущий день. Итак, рекомендации для овнов. Начинаем, как всегда. Восьмерка кубков рекомендует вам овны сегодня отпускать накопленные обиды и эмоции. Вот прям все, что вас гложет, все, что тянет, все, что уже приелось. И вы давно с собой вот это носите, либо на душе, либо в голове. Отпускайте, выходите из этого. Вы прям сможете вздохнуть. Тот самый цикл, в который вы вляпались, либо ситуация, в которой вы застряли, она может вас очень-очень-очень оттягивать назад. И сегодня вы можете сделать какой-то шаг, может быть, поговорить с кем-то, либо просто принять для себя решение, чтобы снять это напряжение. Что напрягает? Что там вот немножечко внутри хранится? Тельцы. Паш Пентакли рекомендует вам использовать все шансы и возможности. Иногда я называю эту картой, как мальчика с дудочкой в лесу. Подудели в дудочку, ягодки открылись, да? И лес нам все ягодки показал. Прошли и собрали. Открывайте глаза, смотрите, что вам доступно. Иногда мы что-то так невероятно ищем, прямо долго и интенсивно, но не видим, что оно перед глазами. Открывайте глаза, смотрите, какие вокруг вас сегодня имеются возможности. Близнецы. Близнецам сегодня рекомендация – это восьмой старший аркан силы. Контроль, порядок, стабильность, предсказуемость, рациональность. Не торопимся. А наоборот, очень даже, знаете, я бы сказала, будьте внимательны к тому, что может пойти не по плану и максимально быстро старайтесь это исправить. То есть, если будут какие-то помехи со стороны, если что-то будет не клеиться, не удаваться, максимально это быстро исправляйте. Сегодня стоит быть в тонусе. А также физическая нагрузка сегодня будет крайне для вас полезна. Раки. Тройка Жезлов говорит, открываем свой ум для новых событий. А почему бы и нет? А может быть, что-то новое изучить? А может быть, какое-то новое место поехать с кем-то, познакомиться? А может быть, заняться каким-то делом, которым вы никогда не занимались? Или буквально приготовить новое блюдо? Или сходить в какой-то новый ресторан? Тройка Жезлов также говорит о том, что тебе доступно намного больше, чем кажется. Да, возможно, это незнакомое пространство, незнакомые места, незнакомая аудитория. Но она есть, и она тебе доступна. Львы, Паш Кубков рекомендует вам сегодня быть легче. Ну вот, правда, воспринять все как данность для вас. Ведь вот этот Паш Кубков – это по факту та самая удача, радость и возможность, которая даруется нам, миром, каждый день, каждому из нас. Что вам дается, а вы это не замечаете, не признаете, не принимаете? Примите эту радость, разделите ее самим собой, поделитесь с другими. Прям больше улыбок и легкости сегодня. Девы, Десятка Кубков рекомендует вам сегодня наслаждаться тем, что вы имеете. Осознайте вот ту силу, богатство и благодать, которую вы уже обрели, которую вы имеете в своей жизни. В особенности полезно вам сегодня провести время с семьей, позвонить, возможно, родственникам, особенно тем, с кем давно не разговаривали, заняться домом, уютом, комфортом, создать хорошую атмосферу, приготовить вкусную еду, либо вот прямо позаботиться о том, что происходит вокруг вас. Весы. Паш Мечей рекомендует вам сегодня не торопиться с выводами и, возможно, даже отдалиться чутка от других людей, чтобы принять грамотное решение. Также Паш Мечей – это всегда такой настрой на что-то креативное, необычное, особенное. Не бойтесь сегодня отойти от шаблона. И какие-то установки, либо предсказуемые, точнее, ожидаемые вещи, ну вот, обернуть их вокруг пальца, сделать по-своему, сделать креативно, удивить и себя, и других. Скорпионы Двойка Пентаклей вам рекомендуют сегодня все взвешивать. Вот прямо оценивать моментально. Да, не думать, что, ну, может быть, потом это получится, ну, может быть, потом будет какой-то смысл. Ладно, соглашусь, а там посмотрим. Нет, должно быть все очень четко, ясно, продумано. Подписываем какие-то бумажки, сразу все моменты просматриваем, весь мелкий шрифт обязательно прочитываем. Все сразу выстраиваем на выгоду. Правила, договоренность. Кстати, сегодня также вам полезно будет отдать долги, либо забрать то, что кто-то должен вам. Стрельцы. Туз Кубков рекомендует вам в течение дня быть очень принимающими. Это карта любви и принятия, и позволения быть другим такими, какие они есть. Вот прям не сдерживайте ни себя, ни других, не пытайтесь надавить. Очень рекомендуется быть крайне принимающими, а также честными и искренними, особенно собой. Позволить себе исцелиться, освободиться, расслабиться, и любые блоки напряжения, которые вот держатся где-то внутри в эмоциях, отпустите. Козероги. Десятка жезлов советует вам сегодня доводить все до конца. Любые мелочи, любые небольшие задачи, а может быть и большие задачи, вот прям сегодня доделать до конца. Если возникнет вопрос, откладывать на завтра, или может на следующую неделю, или уже сделать сегодня, точно сегодня. Также десятка жезлов – это очень часто ответственность не только за себя, но и за других, для своей семьи, для своего дома, для своего дела. Вот сегодня постарайтесь, прям отдайтесь полна. Это воздастся. Водолей. 12-й старший аркан повешенный рекомендует вам сегодня оплыть по течению. Возможно, на многое повлиять вы сегодня не сможете. Принять обстоятельства, как есть, смотреть на все позитивно, также видеть какие-то разные аспекты тех или иных ситуаций, смотреть с разных сторон на ту или иную ситуацию. То есть повешенный – это прям «я плыву по течению, все идет, как должно, все будет, как будет. Все спокойно, я все наблюдаю». Будьте в этой позиции наблюдателя, и вот увидите, в этом порой намного больше толка. Рыбы. Король кубков рекомендует вам сегодня быть настоящим и быть собой. Ведь кто, если не вы, можете так тонко считать происходящее вокруг вас, почувствовать людей, их настроение, их истинные желания. Король кубков также рекомендует обращать внимание на то, как влияет на вас и на других атмосфера. Прямо вот наблюдайте, чувствуйте. Позже этот анализ, эти исследования вам могут очень пригодиться. И сегодня вы можете понять о многих людях то, чего не замечали ранее. Прекрасного дня! Удивительное рядом! Начинайте утро, дорогие друзья, вместе с нами, с телеканалом ОТВ, и вы узнаете много нового, полезного и интересного. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и наш эфир подошел к концу. Впереди еще половина рабочей недели, но я думаю, что эту проблему мы переживем. Ведь на дворе лето, солнце, жара. А это очень здорово. Если, как поется в одной известной песне, лето – это маленькая жизнь, то выходные – это маленький отпуск. А значит, нас впереди ждет награда. Маленький отпуск, выходные. Еще пару деньков потерпеть. Так что встречаемся завтра в 8 утра. Заряжаемся хорошим настроением и ждем выходных. До встречи, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова